Всем привет! Меня зовут Арина и сегодня в этом видео я вам хочу сделать обзор на жидкость пиксель. Вот такая у нас баночка. Сегодня мы все это с вами будем пробовать на абсолютно новом чароне. Кстати, мне просто безумно приятно на самом деле, когда подарок жидкостям, которые мне присылают к одноразкам и так далее, кладут какой-нибудь мерч, возможно, или просто какие-нибудь подгончики, например, подики, просто так как бы в дополнение. Да, или что-нибудь поинтереснее. Под словом поинтереснее я подразумеваю шоколадную пасту и бутылочку, можно сказать, алкогольной продукции, так скажем. Было очень неожиданно, потому что никто до этого мне еще не присылал алкоголь и вот такие вот прекрасные вкусные подгончики тоже не делал. Безумно приятно, прям вот спасибо от всей души. Так, жидкость я вам уже показала. В общем, мы ее будем пробовать на вот этом черно-синем чароне. Абсолютно новый, запакованный. Не знаю, как вам, но мне безумно нравится смотреть всякие такие вот распаковки, когда прям новый подик или просто какой-то девайс берут, снимают с него пленочку и он там такой вот красивый в коробочке, такой симпатичный лежит. Просто потрясающий, красивый, синий с черным, прям вот, ну, мега пушка, мега класс. Очень интересный такой чарон. На самом деле у меня, по-моему, никогда не было обычного чарона. У меня было два нестребок, два чарона плюс версии и никогда не было обычного вот такого, ну, стандартного, грубо говоря, чарона. Вообще он выглядит безумно круто. Он, блин, черный с темно-синим. Наверное, это просто моя новая любовь из мира подиков, так скажем. Так, новый картридж. Очень хочу попробовать вот эту жижку с яблочной конфетой. Вот, пока я заливаю, пока у меня пропитывается картридж, я вам немножко расскажу про эту компанию. В общем, насколько я понимаю, совсем недавно еще эта жидкость выпускалась в другом формате, с другим дизайном. На самом деле он мне нравился немножко больше, потому что он как-то прям выделял компанию. Очень необычный был дизайн. Вот здесь вот будет фоточка, как все это выглядело. То есть пиксельные надписи были, пиксельные картинки, и это прям соответствовало названию этой компании. Так, давайте немножко закапываем, чтобы за сегодняшний обзор еще несколько жижек все-таки попробовать. Идеально новый картридж, идеально новый чарон, поэтому максимально потрясающая просто вкусопередача у нас, наверное, должна быть. И это все для того, чтобы мы максимально точно могли оценить вкус жидкости и как бы решить, топ или нет. Мне уже просто не терпится начать парить, но я знаю, что я сейчас могу словить галик, если оно все не пропитается нормально, поэтому мы немножко подождем. Я вам хочу рассказать про эти баночки. Они достаточно странные для солевых жидкостей. Не типичные они своим размером. У нас здесь не стандартные 30 мл, а 20 мл. Достаточно тонкий у самой баночки пластик, то есть она очень легко нажимается, прям вообще никаких усилий. Не надо прикладывать, чтобы жижка залилась в картридж. Вот, что не скажешь о той же жидкости бруска, где нужно прям со всей силы давить на этот бедный бутылек, чтобы хоть капелька жидкости оттуда вылилась. Вот, очень прикольно, очень удобно. Нестандартный, опять же, вариант 20 мл. Раньше, я помню, встречала очень давно какой-то пробник жидкости 10 мл, а это у нас 20 мл, то есть и не 10, и не 30. Что-то между такое странное. Вот, кстати, помните, наверное, в каком-то из обзоров, а жидкость No Name, по-моему, у меня была, там были огромные баночки, то ли 60, то ли 90 вообще мл. И мне кажется, что такая вот мини-версия 20 мл намного удобнее, намного выгонее, чем 30 мл. И тем более, намного выгоднее, чем те же 60 или 90 мл. Потому что за счет того, что у нас здесь меньше жидкости, во-первых, она стоит дешевле, во-вторых, у вас эта жидкость будет быстрее кончаться. То есть вы можете еще быстрее пробовать новые вкусы. Возможно, что-то вам понравится больше, возможно, что-то меньше. Сейчас вот мы как раз попробуем яблочную конфету. Скажу вам свои эмоции, потом какой-нибудь вкус тоже интересный найдем. Я не ожидала, очень насыщенно, очень сочно, ничего не плюется, ничего не брызгается. Максимально насыщенный вкус, я бы даже сказала, вот прям как в одноразках. Жидкость очень вкусная, отдает яблокам и, я бы сказала, наверное, киви каким-то. Здесь у нас написано, что это, скорее всего, двадцатка. Так, почему-то я здесь не вижу надписью, сколько здесь миллиграмм. Но, скорее всего, это двадцатка, потому что больше двадцатки у нас в России нельзя продавать, все дела. Но есть надпись стронг, то есть что-то такое пожестче здесь. Вот, соотношение пропиленгликоль-глицерин 50 на 50, то есть она достаточно жидкая. Но я могу сказать, что ощущается она очень так серьезно. То есть это не прям такая лайтовая жидкость, которую вы можете вот на постоянке там сидеть курить. Мне кажется, из-за этой приписки стронг она прям такая очень жесткая, я реально говорю. Ну, я бы, наверное, не смогла ее сидеть прям парить целый день, вот не отрываясь, потому что горлом я прям ощутила, насколько она серьезная такая. Сейчас я посмотрю, есть ли в этой линейке обычные версии. То есть не стронг, а просто обычная двадцатка. Потому что мне бы было намного приятнее ее парить. Но, мне кажется, для заядлых вейперов, которых уже не берет ни 20, ни 25 миллиграмм, отличный вариант. И я вам отвечаю, очень жестко. Просто прям ощущается, как те же 45-50 миллиграмм. Старые, добрые, когда их можно было еще продавать. Вот у вас в этой баночке. Ура, я нашла, наконец-то, жидкость пиксель без приписки стронг. Наверное, это у нас будет обычная двадцатка. Также соотношение 50-50, вкус мультифрукт. Вот такая этикетка. Сейчас тоже зальем, попробуем. В принципе, я прям немножко жидкости капнула. Почувствовала, что мега сочно, мега вкусно. Все это выпарила, и можно пробовать, наконец-то, новый вкус. Очень интересно, что у нас за мультифрукт будет. Очень надеюсь, что будет отдавать в основном каким-то ананасом, бананом. Так, я как-то не очень удачно залила эту жижку. Из-за того, что баночка достаточно тоненькая, очень легко прогибается, сгибается и так далее. Немножко на руки мне вылился этот прекрасный мультифрукт. Так вот, я очень надеюсь, что здесь в основном будет доминирующим вкусом ананас и банан. Ну, вот сейчас как раз-таки попробуем. Немножко осталось вот это вот послевкусие той яблочной конфеты. То есть, немножко удар по горлу я все еще ощущаю. Я, кстати, не прогадала. Здесь реально ощущается в основном банан. Самая сильная такая нота. Дальше я чувствую немножко ананаса. Возможно, ананасового сока. Пинаколада, что-то вот такое. Вот. И немножко какой-то маракуйя почему-то я ощущаю. Как будто бы какую-то кислинку немножко она дает. В принципе, мега прикольная жидка. И мне, кстати, вот этот вот вкус мультифрукт понравился больше, чем яблочная конфета. Хотя тот первый был тоже нечеток. Так, давайте под конец обзора попробуем еще один вкус. Черничный йогурт. Очень интересно, что это у нас будет. Такая вот этикетка. В принципе, я успеваю жидкость выпаривать. И у нас как бы особо она в картридже не смешивается. Так, черничный йогурт на очереди. Очень надеюсь, что не будет он отдавать кислинкой. Потому что терпеть не могу кислые одноразки, кислые жидкости. Все вот такое. Прям мне больше нравится такой приглушенный сладкий вкус. То есть, тот же банан, тот же ананас. Мега прям заходит почему-то мне в последнее время. Так, черничный йогурт. Это у нас, опять же, обычная версия 20 милька. Мне стронг. Я решила, что стронг не буду я пока что брать в руки. Потому что лично для меня вот сейчас жестковато. Я отвыкла уже от таких дозировок никотина. От этого удара по горлу. Вот, поэтому будет обычная двадцаточка. Вот прям с пары затяжек я ощущаю яркий вкус. Чудо с клубникой и чудо с какими-то ягодами. Вот, на самом деле, не помню, существовал ли йогурт-чудо с какой-нибудь смородиной или с чем-то подобным. Но вот очень похоже. Знаете, не знаю сейчас, как объяснить. Возможно, кто-то помнит, есть такой йогурт, который сверху как бы обычный белый, без каких-либо примесей. А снизу джем, ты его просто берешь и перемешиваешь. Вот что-то вот такое. Прям ощущается какая-то смородина. Никакой кислятины здесь нет. То есть, похоже на какой-то черничный молочный коктейль. Что-то вот такое. Возможно, немного кежевики как-то я ощущаю. Но однозначно моим фаворитом за весь этот обзор стал вкус мультифрукт. Мега сочный, вкусный, насыщенный ананас. Прям чувствуются какие-то тропики, бананы, там маракуйя. Вот это все очень вкусно. Хотя мультифрукт сам по себе я не особо люблю. Потому что обычно там что-то непонятное намешано. Но это было классно на самом деле. Вот яблочная конфета достаточно кисловатая такая была. Я бы не сказала, что прям мега вообще ядреная. Но немножко кислинкой она отдавала. Черничный йогурт достаточно молочный. Такой очень спокойный вкус. Черничного чуда, клубничного чуда. Какого-то коктейля с ягодами. Просто каких-то там ягод с молоком. Например, ежевики. Тоже мне в принципе понравилось. Очень приятно. Как бы очень приятное послевкусие. В общем, что в целом я могу сказать про эту жидкость. На самом деле мне безумно она понравилась. Потому что она очень насыщенная. То есть реально вы парите. Я не знаю, либо это заслуга нового картриджа и нового подика. Либо просто жидкость сама по себе очень насыщенная. Но я склоняюсь все-таки ко второму варианту. Что реально у нас жижка сама по себе очень вкусная. Достаточно много ароматизаторов туда производители добавили. Вот. Прям приятные у меня такие впечатления. По поводу стронг версии на любителя. Опять же, если вас уже не берет вот эта вот двадцатка и так далее. Вам нужно что-то покрепче. Отличный вариант. Реально ощущается как те же 45-50 миллиграмм. Вот такой же удар по горлу. Достаточно жестковатый. Вот. Тоже имейте это в виду. Жидкость могу всей душой вам порекомендовать. Потому что никаких минусов я не обнаружила. Удобный формат. Вот это вот 20 миллилитров. Можете быстро выпаривать и идти пробовать новый вкус. Очень классно. Очень удобно. Вот. В общем, всем спасибо большое за просмотр. Я очень надеюсь, что вам понравилось это видео. Тогда поддержите его лайком и подпиской на мой канал. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok